Президент Зеленский хочет встретиться с Путиным и порешать вопросы, задачи. А смысл в том, главное, что он просто хочет встретиться с Путиным. И чем дальше Путин отдаляет встречу себя с президентом Украины, с Зеленским, тем больше Зеленский становится проукраинским президентом. Для чего? Для того, чтобы Путин его услышал. Чтобы он не пренебрегал Зеленским. Для того, чтобы он встретился с Зеленским. То есть, сам мотив Зеленского быть проукраинским полегает на, как бы это ни звучало парадоксально, на именно встрече, желании, хотении встречи с Путиным. С террористом, с оккупантом Украины и тому подобное. То уже немного другое значение. То есть, какие именно, а это психологические причины и мотивы, я не скажу. По крайней мере, до того, как они, хотя они очень явные, до того, как они встретятся. Вот пусть, как он хотел, пусть президент Зеленский, так и будет. Как бы не хотел этого Путин, потому что Путин это оттягивает постоянно, эту встречу, тем больше у Зеленского будет тяжение до становления еще более проукраинским президентом, чтобы еще более давить на Путина, чтобы Путин с ним встретился. Казалось бы, абракадабра. Но вот такие вот у людей мотивационные процессы внутри. Вот ничего с ними не поделаешь. Вот какие они есть, такие они и есть. И, кстати, очень сильная взаимосвязь с тем, что чем больше президент Зеленский становится проукраинским президентом, тем больше он имеет влияние не только в Украине, хотя у него и команда, и он сам очень такой слизкий, хотя лучше, чем Порошенко, то вообще барыга прирожденный. А этот хочет и того, и сего, но хочет ничего не делать, беспринципный, и так, только на бла-бла-бла, шоумен, мэн и тому подобное. Но, смотрите, связь того, что чем больше Зеленский становится проукраинским президентом, тем больше он обретает, приобретает влияние, влияние, power, authority, на международной арене. А, естественно, кто сильнее и что сильнее? Естественно, международная арена, американская и европейская. И чем больше этого влияния он впитывает в себя, президент Зеленский, тем меньше у него хоть хотения того старого хотения, на котором он, ну, чуть ли не вообще воспрял, и от которого, мотивируясь, с которым он, желание встретиться с президентом Путиным, оно его толкало быть проукраинским. То есть, чем больше этого всего, тем больше он становился проукраинским, и тем больше у него становилось влияние на международной арене. Чем больше влияние на международной арене и в мире фигуры Зеленского, как президента Украины, проукраинского, потому что уже войско украинское не такое, как было при Януковиче, Кучме, Ющенко и тому подобное, слабаков, чаморов и зрадники в предателе, а такое, которое доминирует на арене международной уже. Тем меньше. Теперь сейчас у Зеленского будет появляться таких аж пассионарных причин с Путиным, с каким-то Путиным, что-то перекирать, встречаться. И тем больше у Путина начнутся интересные желания и, как бы, мысли, мотивировки встретиться с Зеленским, потому что Зеленский обретает уже фигурскость, уже влияние на международное арене. А Путин встречается только с теми, с которыми имеет влияние, с теми, которые имеют влияние где-то в мире, или международной, или в европейской арене. Вот такая вот интересная вещь получается, что Путин тем, что он не хотел Зеленского, а потому что он не кто, клоун какой-то, он отвергал, отвергал, да отвергался, что Зеленский начал расти, расти, расти до того периода, что уже Путина появляется желание встретиться с Зеленским. Ну, а у Зеленского уже одновременно отпадает желание встречаться аж так, как он хотел этого два года назад. С Путиным. Простые вещи. И, как известно, Собчаковый носитель вализок Путин, он вербует, он не ведет негоциации, перемованные, переговоры с кем-то из фигур мирового или международного значения. Он их вербует. Так вот, он настолько долго перетрывав, передержал встречу с Зеленским, что вот этот шанс вербовки Зеленского а-ля-у-лю, утюхал и ушел в прошлое. Потому что Зеленский уже сейчас не та фигура лоханутая, лоховская. Сам кого хочешь забербуют. Ну, может, в юмористической манере. То есть, у Путина был шанс давно вербануть Зеленского. Он его навыкорыстал. Не использовал. Теперь, а-ля-у-лю, теперь у Зеленского есть шанс, что он этой встречей с Путиным у себя что-то там скомпенсирует свои мотивировки и воплотит их в жизнь. И ему полегчает после этого. То есть, Путин по своим профессиональным качествам великого вербовщика президентов, премьеров и других почетных фигур мирового сообщества, он из-за своих понтов встретился с Зеленским. Зеленским не выкорыстов это. Он прогавыв час, время. То есть, он из-за понтов, свои профессиональные качества, он уже перестал быть тем вербовщиком, простым носителем собчаковского чемодана, а стал великим, так называемым, значит, президентом России. И он наплевал, значит, на свои качества профессиональные, КГБшные вербовщика. Тем самым он потерял час, время, которое кануло в лету.